всем привет я разумов игорь я профессиональный фотограф и ретушер и я увлекаюсь моделированием в блендер если вы у меня на канале значит мои видео вам нравятся поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк пишите свои предложения и пожелания в комментариях все это способствует продвижению видео и их смогут увидеть такие же увлекающиеся как мы блендером в сегодняшнем видео я сравню на одних и тех же моделях работу сабстант пейнтера и флюента материалайзера сабстант пейнтер это 4 гигабайтная программа который является стандартом индустрии и ей противостоит тададам флюент материалайзер 50 мегабайтный аддон который работает напрямую в блендере в трех предыдущих видео мы уже познакомились с аддоном флюент материалайзер и делали текстуры для милого робота но это абстрактная модель и хотелось бы проверить наш аддон полевых условиях несмотря на то что я моделировал hellboy и потом делал для него текстуры все-таки это не та модель который может доказать дееспособность нашего аддона поэтому я взял модель из предыдущего курса делаем фэд за три часа и попробовал создать аналогичные текстуры тем которые я создавал для них с помощью сабстант пейнтера и вот перед нами две модели фэда материала для которых созданы в разных программах для одной создан в сабстант пейнтере а для второй модели самом блендере с помощью аддона флюент материалайзер давайте рассмотрим наши модели которые мы текстурировали с помощью флюента материалайзера и с помощью сабстант пейнтера если приглядеться то они обе замечательные и никакой принципиальной разницы между ними особо не видно я также взял и создал материалы для лейки 1 попробуйте угадать где каким где какой программой создан материал я думаю что вы с первого взгляда не угадаете а на самом деле это слева у нас создана с помощью сабстант пейнтера а справа с помощью флюент материалайзера если вы моделируете рисуете или делаете коллажи фотошопе вы знаете что повторить один в один одно и то же изображение практически невозможно поэтому конечно же материалы на двух фотоаппаратах отличаются но тем не менее качество их этих самих материалов практически одинаково если мы сравним например металл то он приблизительно одинаков то есть его можно создать что в собственной поинтере что в пленке материалайзере похожим на металл который обработан гальваника на котором есть разводы от гальваники я на котором есть разводы пятен и потертостей флюент материалайзер также создает отлично потертости сначала мне казалось что он создает как-то их не так но когда я их поставил две модели рядом друг с другом то я увидел что потертости на углахами краях мне вроде как даже стали нравиться больше чем те которые создает собственной поинтер металл выглядит достаточно естественным что там что там и в принципе модели смотрится достойно я без труда сумел воплотить свой замысел потертых ручек у фэда 3 создав несколько слоев разрушенный слой слой желтоватый и потертости приятным бонусом оказалась экономия времени мне нужно было тратить время на экспорт импорт модели туда-сюда ее текстур все делалось напрямую в блендере и это очень здорово сокращает время работы с лейкой я возился чуть больше чем с фэдом постарался хоть как-то приблизить его к материалам который создал в собственном поинтере но в любом случае все это произошло достаточно быстро и меня приятно удивили результаты не зная полностью работы нодов можно создавать такие материалы хотя в принципе нодов нужно не бояться и знать хотя бы основы работы с нодами в блендере на это у меня есть видео посмотрите видео создаем материала за 30 минут этих знаний будет достаточно для того чтобы свободно работать аддоном флюент материалайзер вы можете посмотреть результат файла большого размера он будет прикреплен к данному видео скачав его вы можете сами убедиться насколько качественно работает данный аддон с одной стороны у нас программа substance pointer являющийся стандартом индустрии работает в ней приятно и достаточно быстро самый большой ее плюс в том что у нее есть различные библиотеки материалов изначально установленные и в том что она сразу без тормозов показывает результат который мы применяем по слоям к нашей модели библиотека достаточно обширная занимает все эти различные кисти различные материалы смарт материала 4 гигабайта различные гранжи различные нормали но при нынешнем объеме жестких дисков это в принципе не критично сейчас любая программа достаточно нормальной занимает 4 гигабайта поэтому то что в нее встроены различные предустановки с одной стороны это хорошо другой момент что применять их все-таки достаточно проблемно скажем вот эти все гранжи причем я говорил в видео о знакомстве с флюентом материалайзером там мы наглядно можем с помощью пяти гранжев создать нужный нам гранж процедурно программу собственной поинтер нужно изучать конечно же изучать ее в первую очередь это стандарт индустрии но тем не менее это не отменяет того чтобы нужно знать и уметь пользоваться аддоном флюент материалайзер аддон флюент материалайзер по мере его изучения радует меня все больше и больше несмотря на то что в сайкл для того чтобы просмотреть картинку нужно дождать две три секунды все равно работа с ним происходит намного быстрее чем если бы данную модель я перекидывал например в собственной интер происходит это из-за того что мне не нужно делать развертку мне нужно перекидывать туда-сюда и данный аддон выдерживает вполне кривую сетку и немножко ошибки в развертке сами по себе материал выглядит достаточно устрашающе с помощью нодов но на самом деле через некоторое время все читается и все это довольно прозрачно и редактируется и контролируется даже проще чем собственном поинтере так как все ноды которые используют флюид материалайзер подписаны то очень просто определить где в каком месте у данного материала находится выщерблены где находится у него потеки краски где находится у него потертости краев где находится у него дефекты которые образовались с помощью выщерблен которые мы создавали с помощью созданных нами гранжей с одной стороны ноды выглядят устрашающе с другой стороны после некоторой практике в них ориентироваться очень просто хотя они кажутся достаточно большим полотном на самом деле сам аддон флюид материалайзер очень продуманный и работает с ним быстро и приятно если изолировать деталь то она визуализируется быстрее это ускоряет очень сильно работу в принципе мы можем создавать материал для каждой детали а потом уже смотреть как это выглядит все в общем полностью на детали весь посыл этого видео сводится к тому то он на самом деле с помощью этого аддона можно получить очень качественные результаты сопоставимые с собственным пойнтером если раньше это было на каких-то абстрактных игрушечных деталях то теперь мы видим что на вполне конкретной модели фотоаппарата мы можем получить текстуры которые приближают данную модель при визуализации к фотографическому качеству качество полученной текстуры будет зависеть от того понимания как вы себе видите она должна выглядеть но инструменты аддона позволяют сделать практически любые настройки под ваш материал в собственном поинтере очень много дополнительных материалов в библиотеке самой программы но с помощью аддона lily мы можем тоже самое скачивать неограниченно из интернета то есть на сайте текстур мы можем видеть 500 600 различных текстур материалов то есть если мы используем три сайта то это будет полторы тысячи и этого вполне достаточно чтобы покрыть любые мыслимые наши запросы по материалам которые мы можем применять на наших моделях для рукоятки лейки 2 я просто скачал на сайте текстуру красной кожи и потом модифицировал уже ее с помощью аддона флюенд материалайзер в дефектную рукоятку из красной кожи данное видео не является каким-либо обучающим она просто демонстрирует возможности аддона флюенд материалайзер и доказывает что его нужно применять и действительно как я говорил раньше вполне возможно что он покроет около 80 всех запросов всех потребностей которые нужны в блендере для текстурирования создания материалов скачайте изображение двух фотоаппаратов лейка 1 которые сделаны с помощью двух разных программ аддона флюид материалайзер блендеры и сабстан по интерам и большом разрешении сравните изображение убедитесь что на самом деле они различаются не очень сильно и если изначально не знать какой программой были созданы те или иные материалы то вполне возможно что вы не увидите никакой разницы и поэтому вполне возможно что это подвигнет вас на изучение аддона флюинт материалайзер и так рассмотрим плюсы и минусы плюс сабстан поинтера это стандарт индустрия и у него интуитивно понятный интерфейс плюсы флюинта материалайзера материал получается в самом блендере самой сцене и такие как нужно минус сабстан поинтера вид материалов в блендере может отличаться то же время флюинт не требует развертки и не требует линк сетки сабстан поинтер требовательным к сетке и нужно тратить время на экспорт импорт из одной программы в другую минусы флюинта нужно хоть что-то понимать в нодах и чисто теоретическая ситуация что мы не сможем повторить тот материал который создали сабстан поинтере с помощью нода флюинт материалайзер но я очень с трудом представляю такой материал я очень надеюсь что я убедил вас изучать аддон флюинт материалайзер и он займет достойное место среди ваших инструментов в получении качественных и очень красивых материалов на ваших моделях если вам нравится мой канал если вам понравилось это видео обязательно подпишитесь на мой канал обязательно поставьте лайк напишите в комментариях свои замечания свои предложения жду вас на своем канале на следующих видео субтитры сделал DimaTorzok